День добрый, здравствуйте, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем создавать свою страничку. Хочу поговорить на такую тему. Когда ваш посетитель заходит на вашу страничку, то он видит в первую очередь вот эту вот информацию. Эту информацию мы с вами заполняли тогда, когда только создавали страничку. Мы оставили здесь с вами название нашей странички и немножечко расписали о том, что мы, собственно говоря, представляем все данные о себе. Но здесь вот есть внизу ссылочка, которая называется подробнее. Когда ваш посетитель кликает на эту ссылочку, то он выходит вот на такую подробную информацию. Очень часто мы считаем, что эта информация практически нашему посетителю особенно и не нужна, и мало кто заходит сюда. Но даже если так, мы должны помнить о том, что эта страничка индексируется поисковыми системами, как Google, так и Яндекс. Поэтому вот эту информацию о себе мы должны очень тщательно заполнить не только для посетителя, но и для поисковой системы. Как мы это будем с вами делать? Давайте посмотрим. Редактировать страницу, обновить информацию и попадаем вот сюда основная информация. Здесь давайте обратим внимание на следующее. У нас будут здесь определенные поля показаны, которые мы должны, собственно говоря, заполнить. Эти поля меняют свою структуру от того, в какой категории находится ваша страница. Я выбрала категорию бренды и продукты. И вторая категория, которую я здесь вывожу сюда, это категория продукт-сервис. Сохраняю изменения по категории. Информация обновлена. Работаем дальше. Итак, для того, чтобы очень качественно и быстро мы могли с вами заполнить данную информацию, нам необходимо практически для, будем говорить, для нашего удобства, нам необходимо всю эту информацию заранее заготовить, ну, в каком-нибудь файлике. Или это будет блокнот, или это будет вордовский файлик, это не важно. Что я здесь записала? Я здесь записала абсолютно всю информацию, которую я буду заполнять вот на данной страничке. Итак, что здесь есть? Уже есть. Здесь есть название курса, причем название курса я дала конкретное под заголовок, что это бесплатный онлайн-курс, чтобы любой фан, который сюда зашел, мог понять, о чем, собственно говоря, страничка. Я дала дату начала. Это мы с вами устанавливали на прошлом уроке. Вариант начала я взяла создана. Даты выпуска у меня нет у этой странички, у этого продукта, потому что этот продукт уже достаточно долго существует. Может быть, позже мы будем говорить о том, как создать историю этого продукта. В дальнейшем мы будем заполнять эти поля. Итак, о нас. Вот эта часть будет у нас именно отображаться на страничке. Вот здесь вот, как мы с вами видели. Если вот просмотреть страницу, вот эта вот часть, вот она здесь именно и отображается. Вот она, эта часть. Значит, здесь мы тоже должны достаточно коротко, но четко написать, о чем, собственно говоря, будет наша страничка. Бесплатный курс по созданию блога на платформе WordPress. Только практика, просто доступно, качественно и активная ссылка на блог. Вы можете здесь поставить не только активную ссылку на блог, но можете поставить активную ссылку на одностраничник, который будет у вас рассказывать вот об этом курсе. Итак, работаем дальше. Краткое описание компании. Открываю свою страничку и пишу. Читаю. Краткое описание компании. Вот такой текст я заготовила. Записываем сюда. Краткое описание компании. Далее, следующее у меня идет описание. В описании я очень, ну, будем говорить более подробно, дала информацию о том, о чем, собственно говоря, будет весь курс. Вот именно это описание очень важно у нас для поисковой системы для поисковой системы. Поэтому не стесняйтесь, пишите все, что вы считаете здесь нужным. Дальше идет цель. Записали. Даты создания я здесь не записываю. Наград пока я никаких не знаю. Товар бесплатный онлайн курс. Вставляем сюда. Бесплатный онлайн курс. Далее, обратите внимание, что вот здесь есть поле общей информации. В этом поле общей информации вы можете вставить ссылки, которые будут ввести на ваши ресурсы. Эти ссылки будут активны. И они тоже будут отображаться в основной информации. Ну, вот, пожалуй, все мы с вами и заполнили. Теперь наша задача сохранить изменения. Информация обновлена. Давайте теперь просмотрим страницу. Вот наша страница. И теперь, когда я кликаю на ссылочку подробнее, я вижу полностью всю информацию. Посмотрите, так как описание курса достаточно большое, у меня здесь есть ссылочка еще. Если я на нее кликаю, то у меня открывается полностью вся информация. У меня есть ссылка на одностраничник, на мой блог. Общая информация дана полностью. Что за товар? Какой телефон? Электронная почта? По какому сайту можно обратиться? Как видите, здесь все абсолютно дано. Итак, мы с вами справились с работой по оформлению основной информации нашей страницы. На сегодня это все. В остальных уроках будем разбирать основные настройки нашей странички. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. С вами была Смирнова Ирина.